Итак, друзья, мы с вами очень много говорим о нарушении опорожнений, в частности о запорах. Но одно дело это говорю я, врач-коллапрактолог, а другое дело это говорит Евгения Михайловна Богданова, врач-физиотерапевт, врач функциональной диагностики и врач УЗИ нашей команды. Именно эта женщина спасает наших пациентов от патологической дефекации и делает их абсолютно здоровыми. Дисинергия мышц тазового дна и дисинергическая дефекация, такие страшные слова для наших сейчас слушателей, это одно и то же или нет? Не совсем. Дисинергия мышц тазового дна это более обширное понятие и оно включает в себя низкоординированную работу всех мышц тазового дна. Здесь могут быть проявления и со стороны урологических симптомов и проктологических. А дисинергическая дефекация это более узко, более в нашем, скажем так, профиле функциональное нарушение опражнения кишечника. То есть получается, когда я ставлю диагноз предварительно пациентам, а дисинергия мышц тазового дна это некорректно? Это корректно, но не слишком узко. Здесь можно конкретизировать дисинергия мышц тазового дна, дисинергическая дефекация. Вот видите, сейчас Евгения Михайловна прям фактически в прямом эфире вывела меня на чистую воду. Каюсь, буду исправляться. Евгения Михайловна, каким образом самостоятельно себе человек может заподозрить патологическую дефекацию? Или это чисто наш врачебный диагноз, в котором исключительно мы, врачи, сами разбираемся? Заподозрить наличие вот такого функционального состояния, патологического рефлекса, на самом деле, по своей природе, в виде дисинергической дефекации, пациент может в случае, если он испытывает сложности именно в процессе опражнения кишечника, при этом консистенция стула может не страдать, регулярность абсолютно отличная, каждый день по утрам. Но при этом сам процесс дефекации вызывает множество затруднений, вплоть до боя в шаманский бубен. Понятно. А затруднение это что? Человек длительно сидит на унитазе, либо он тужится и не получается опорожняться, или вроде бы опорожняется, но как будто не до конца. На какие звоночки обратить внимание? Здесь больше стоит обратить внимание на ощущение, как описывают мои же пациенты, чувство преграды заслонки, когда позыв на дефекацию уже есть, но приходится не просто тужиться, а еще помогать себе определенным дыханием, и затрудняется именно начало опорожнения кишечника. После начала уже самого процесса становится гораздо легче, и процесс может протекать абсолютно естественным образом. Но самое начало – это прям заслонка преграды. Понятно. Я сталкиваюсь с тем, что пациенты говорят, что у меня стало как будто там узко. То есть было все нормально, а потом вдруг я поняла или я понял, что у меня там все стало узко. Наверное, геморрой, который суживает просвет кишки. Ну, здесь скорее только в случае, если вот это ощущение возникает именно непосредственно в процессе опорожнения. Да. Если это фоново ощущение испытывает пациент, это другие состояния. Это не десинергическая дефекация. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok